Счастье быть вместе. Такое название получил конкурс для мамочек, который в воскресенье прошел в ДК имени Петрикова, поселка Железнодорожный. День матери там отметили праздничным парадом колясок. Идея проведения этого конкурса давно витала. И очень рада, что она воплотилась. Очень рада, что коллектив нашего ДК своеобразно подошел к этой дате, своеобразно предоставил нашим зрителям такую программу. Участвовали молодежь наша, участвовали дети, принимали участие в изготовлении колясок и папы, и бабушки, и старшие братья, и сестры. Все семьи подошли к этому конкурсу очень серьезно. Шесть участниц, шесть ярких образов. На сцену выходили мушкетеры, бабочки и цветы, принцессы и даже пираты. Двухметровый корабль, который впечатлил всех, представила Наталья Воробьева и ее сын Кирилл. А создавали морской шедевр всей семьей. Идея пришла спонтанно вообще. Сын любит кораблики, вот решили сделать кораблик. Делали все вообще очень просто. Ватман и картон, и еще малярный скотч. Участницы по очереди выходили на сцену и презентовали модернизированные транспортные средства своих детей. Но мамочкам нужно было не только продефилировать, но и ответить на вопросы жюри. Помимо находчивости, также оценивались оригинальность идеи, эстетичность и техническая сложность образа. По мнению судейской комиссии, всем критериям и условиям конкурса соответствовала участница под номером 6 Анастасия Комарова. Для своего сына Ярослава она выбрала сказочный образ Емели на печи. В первую очередь сразу отталкивалась в сказок. То есть хотелось сказочный образ, именно русские сказки. Ну а Емеля, он как бы такой очень любимый, потому что он все-таки и маленький тоже был, и младший. И хотелось именно вот одежду еще малыша одеть в русскую рубашечку, повод найти. Как все это делали, из чего делали? У вас там технические средства? Ну в основном, основа картон. То есть он самый крепкий, самый надежный. Креплений очень много сложных, все папа сделал. Ну а я только раскрасила, узорчиков добавила. Все участницы конкурса получили дипломы и подарки от организаторов. Каждый образ стал победителем в своей номинации. Но поздравления с праздником принимали не только конкурсантки, но и все мамочки, находившиеся в зале. Хорошее настроение и яркие номера им дарили маленькие артисты коллектива эстрадного танца «Южный ветер», студии художественной гимнастики «Камильфо» и детского сада номер 10.